всем привет всем добро пожаловать на наш с моей мамой канал всех приветствую из германии сегодня у меня очень такой радостный но в то же время волнительный день сегодня моя мамулечка наша мамулечка с ильгизом до вылетает вылетает по направлению к штутгарту это значит завтра мы будем ее встречать наконец-то ура мы не виделись очень долго я очень ужасно соскучилась я в общем то во всем родственникам соскучилась но мама это святое скажем тогда да пути у нее долги тернистый но что поделать такие вот сейчас у нас времена сегодня она вылетает в санкт-петербург туда пересядет самолет который летит до анталии до турции а из турции уже прилетит германию вот такой вот у нее путь завтра будем ее встречать сейчас я приехала в продуктовый магазин буду закупаться буду покупать вкусняшки завтра будем угощать нашего дорогого во всех смыслах гостя ну что я закупилась вышла уже из лидов но сейчас поеду еще врывы врывая есть такие продукты которые я предупредит только там например это яйца хлеб наш любимый сорт яблоко то боскоп то есть всегда я у меня лидов и плюс еще рв сейчас туда поеду я на днях с вами хотела поговорить про одно об одном аромате о нем я конечно же вам обязательно расскажу с ним я познакомилась через отливант кстати они у меня от елены но сегодня я попробовал еще новый для себя парфюм тоже так же он у меня вот в отливать в формате отливанта да сейчас вам расскажу про аромат от которого я снова в восторге но это для любителей именно такого свежака свежак свежак фруктовый цитрусовый аромат прекрасен прекрасен для весны и для лето у него яркие ноты лимона мяты и черной смородины с первого пшика вы их слышите прекрасный аромат кто любит цитрусовые свежие ароматы кстати когда игр пришел он был в доме в ремонте и я ему сказал гору послушай чем от меня пахнет он меня послушал и говорит сауной и дайте почему он так ответил потому что мы ходим на термальные воды и заходим хамам в сауну и там всегда вот ароматизированные брызгают запахи да то есть вот ароматизированные сауны и там частенько именно пахнет цитрусами и нам это очень нравится мы прям сидим всегда кайфуем когда это цитрусовые ароматы и да он мне сказала тебя пахнет сауной действительно потому что это такой цвет русовый как еще рассказала свежий аромат черная смородина тоже очень ярко слышится что мне еще сказать про аромат я не знаю я не парфюмер но обязательно хочу его посоветовать чтобы вы его попробовали послушали у кого нет возможности например как у меня вот поехать попробовать заказывайте себе отливанты опять-таки могу рекомендовать вам елену она живет германии но работает по всей европе вот я например что послушать какой-то аромат вот такие нишевые ароматы ими туда парфюмерию я должна поехать либо штутгарт либо в мюнхен но я не буду это делать мне легче заказать какой-то отливант познакомиться с ароматом опять-таки чаще всего вот нишевые парфюмерию отлом 1 отливанта вам хватает на 2-3 месяца потому что они очень стойкие они очень яркие они очень насыщенные ароматы вы больше даже на себя не пшик нити чем 23 пшика иногда даже даже 23 не надо только один пшик так что могу только советовать я поставлю здесь как выглядит флакон аромат называется от louis vuitton pacific chill мне кажется я даже не сказала да как это аромат называется ай-яй-яй всем доброго дня где собралась собралась путь дорожку за выезжаем уже путь дорожку курумач самару чемоданы собрано настроение хорошее так что желаете мне мягкой посадки да 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 чтобы алла кушса в курум учат сесть алла кушса и несколько пересадок и чтоб штутгарты каждом конечно же где пересадки мягкой посадки так что мы дорожку мы выехали в пути уже едем по трассе но еще до талеки не доехали смотрите кто у меня едет провожать вот давайте поеду провожать вы еще главный провожатель так что вы будете кстати кстати мы сейчас не сразу же едем курумач сначала заедем самару а знаете почему на дня я заказала посуду имею ввиду тарелки мне понравилось по интернету очень красивые тарелочки а они знаете где ингушетии давайте их исполняем из ингушетии по-моему вот самая их точка продажи из ингушетии но в Сызран город Сызран у них нет доставки представляете только город Самару и вчера пришло сообщение мне что ваша посуда доставлена я им звоню и говорю вот знаете я говорю меня не будет я уезжаю я говорю вот можно без места меня заберет сын если только сделать доверенность а доверенность знаете сколько стоит через нотариство вы понимаете наверно уже говорит да ладно может копии паспорта пришлют нет если только в руках будет доверенность и копии вашего паспорта девчонки сейчас произошла такая смешная ситуация захожу я вижу двух парней у обоих парней цветочки и мишки на руках плюшевые мишки сразу видно знаете сразу почувствовал что-то русскоговорящие мальчишки только они мне кажется так готовится ко дню святого валентина мы прошли и и я прошла в общем-то в отдел алкоголя я вино выбрала и они тоже прошли в отдел алкоголя магазина один другому говорит ну что какой будем брать что давай ты же понимаешь в алкоголе не так громко разговаривали ну а не нам выбирали выбирали и он такой другой говорит блин как по мне так геггер мастер лучший напиток в жизни кто живет германии тот знает я если честно ненавижу игр мастер я как-то раз жизни его пробовала чуть не там не обливалась как и свечу и да он говорит я бы говорит плавал геггер мастер если вы горд не целый шкаф сигир мастера подарили бы на день рождения выгод был самый счастливый человек ну я еле-еле сдерживала свой смех а то а тут то и дело подергивал мол не надо так громко разговаривать вдруг нас понимает кто-то вас понимает русских тут разговаривать и на кассе в общем то они так и это получилось я на кассе стала они сразу за мной конечно же мой русский акцент всем слышен всем понятия и наш товар в общем девушка мой товар пропикала и они видимо там ну и я в общем-то и они не положили вот эту вот разделительную штучку и она начала их товар ко мне приплетать и я говорю нет нет я говорю это не мой товар когда говорю это говорю мальчишек и они сразу же по этому акценту услышали что я тоже русскоговорящий этот который более такой борзый такой громко разговаривающий говорит так ты чё понимала о чем мы говорим но мальчишки молодцы им приготовились они и цветочки кстати они купили в руках мишки плюшевые будут радовать сегодня своих девчонок все зашли внутрь аэропорта ждем очереди регистрации санкт-петербург вам видите следующую очередь мой чемоданы это багаж это ручной клад и сумочка ну как аэропорт тебе большой тебе спасибо что права мягкой посадки а тебе огромное спасибо что провожать принять мне так приятно не каим не так приятно вот такой аэропорт вот и враги мельгиза всегда вот отсюда улетают они кафешки магазинчики может кто-то сувениры покупать там ельгиз нас ждет мы сейчас на уровне 3 этажа мы с вами каим поднялись на лифте а ельгиз поднялся на эскалаторе вот сидят меня провожает мои провожающие как приятно не осталось ровно час сейчас уже захожу на посадку на посадку сверху аэропорт с уровня 3 этажа якшени каим биг зур рахмет алан биг зур рахмет ханай навкайте чтобы дай бог чтоб встретиться обняться ну месяц все равно теперь в этой жизни один день дорого было да так что они не скучай живите дружно так все сейчас прощаемся и я на посадку у нас уже ночь дети на ночном сне софия спит в зале вместе со мной я сейчас сижу вот у них комнате почему я с ней сплю в зале потому что она температуре у нее кашель и температура повышенная когда она начинает болеть у них сразу же первый вопрос мама мы будем вместе спать с тобой это уже у нас как традиция спим зале почему я ее не беру я уже говорила почему я ее не беру в нашу спальню там вместе с ней спать я боюсь что данил будет просыпаться да потому что когда у температура очень много раз она просит и воды посреди ночи выпить и температуру то и дело я и проверяю до бужу и проверяю и кашляет в общем-то да ну чтобы не мешать данилке мы всегда переселяемся в зал вот как то так с мамой мы его только что переписывались она сейчас в санкт-петербурге долетела из самары в санкт-петербург через три часа я даже уже меньше будет рейс в анталию переживаю ли я конечно переживаю волну и чтобы все было все прошло хорошо она переживает по поводу багажа то что вот например из самары до санкт-петербурга надо летела аэрофлотом там у них другие правила багажа уже из питера в анталию и дальше там уже другие авиакомпании и у них уже другие правила выла багажа вот а багажей надо каждый раз снимать и заново сдавать потому что опять таки меняется авиакомпании вот она сейчас получила свой багаж и снова заново и надо зарегистрироваться для рейса до анталии снова будет сдавать багаж и вот как будет не придется ли это оплачивать потому что дальнейшие рейсы там уже немножко правило другие меньше килограмм не знаю пойдут на встречу не пойдут не знаем все конечно же вам расскажем обязательно еще что я переживаю что в анталии придется менять терминал расстояние там прилично между терминалами даже надо будет на такси поехать почему я знаю кто с нами давно вы знаете о двадцать втором году в общем то тогда мы и виделись последний раз родителями мы вместе отдыхали в анталии и когда родители поехали в самару а мы сюда штуткарта мы сначала все вместе на такси поехали в один терминал а потом оказалось что родители улетает совсем с другого терминала и нам пришлось так резко-реско расстаться и они им пришлось взять такси и поехать другой терминал то есть мама по сути знакома с двумя с обоими с обеими термин с обоими терминалами сначала приехала она с нами в один потом улетела в другой да вот как то так там время час пятьдесят пять минут и надо за это время успеть и багаж собрать заново зарегистрироваться получается с терминалом на терминал на такси переехать вот тут вот ну конечно я переживаю что уж тут говорит а ну вот будем держать кулачки я приземлилась уже в питере сейчас пройду регистрацию анталия посадка была мягкая полет прямо идеально даже не почувствовал если честно время быстро пролетела я уже в анталии у меня здесь время мало или время пересадки один час пятьдесят пять минут давай быстренько быстрого силу успевать сейчас уже вот раз посадочную жду чуть-чуть осталось конечно же устал такие перелеты немножко устала но все нормально уже следующая штутгарта на курса что конец то настал этот долгожданный волнительный день сегодня на дворе 15 февраля 2024 года мы едем всей семьей в аэропорт встречать мою маму которая из россии приехала в гости в германию последний раз мы увиделись 2022 году мы безумно соскучились привезли мы маму домой там уже вовсю дети смотрят ее сумки что там вот скажите вот как объяснить этой женщине что в германии гречка тоже продается она привезла три килограмма 903 раза по 900 ну почти 3 килограмма гречки германии она тоже есть ну как и объяснить это было в сумочке не в багаже а просто в сумочке что тут у вас во всю распаковка это еще только сумочка до первая сумочка чемодана еще нет нет про пузо мы расскажем вам обязательно из мама блогер никакой уже распаковывает ничего не снимает ничего не это другие влогеры распаковку делает мы вообще не камеру не включила ничего примеряй игорю подарочек подкатили ну-ка зайти покажи хорошо тебе идет хорошо красиво красиво с удовольствием да да сладкое будем есть надо да 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 мы пока что-то другое говорим дети тут это крушет мёд два разного липовый гречишный натуральный лёд сначала в банки положил чемодан груз перевесывайте перевесить из банки в пакет а это чё сухофрук сухофрукты даже когда не стал пирог делать и перемичи некуда ставить творог привезла ты любишь творог ватрушки будем делать а тут германии наверное творог нет да не такой не такой это имбирь имбирь ты же сказал мам роллы сделаешь ты часто роллы сделаешь да лист нори привезла и что делать привезла все привезла остальное все сами купим ой 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 это один чемодан у везде анна эльза я везде у тебя доча и сумочки где у тебя сумочка покажи сумочку свою покажешь комнате осталось комнате осталось все теперь убирай следующий чемодан что там что там окружили окружили что там обикая привезла нори для суши ты какая курточка красивая ну ка померя применять будем показывать или сейчас померяешь дочь нет у у человека вон холодное сердце раскраски сейчас там ух ты ух ты это кому это кому ой сколько у тебя тут платьев это эльза доча куда будешь успевать носить софика это тебе ой какая смотри какая красивая кофта с единорожкой это оби передала ух ты какой красивый костюмчик костюм вон я же вижу что-то розовое это софики костюм я тебе вот водолазку прислала ух ты кофточку ой какая красивая ой какая красивая для софики да это твоя доча смотри да это твоя а это бабай смотри тебе бабай такую кофточку прислал чтобы тебе тепло а не мама это тоже печатала да вот смотри ой какая теплая кофта какой мне подарок софика приготовила рисунок а кто здесь на рисунке это ты это я это Даринка это мама сестра маленькая это папа это дедуля а это солнышко на свете да и сердечко и здесь сердечко ой мое солнышко смотри пропустил свои платьишки смотри какие красивые платья красивые тебе нравятся смотри какую кофту куда я положила ее смотри какую кофту тебе я все видела уже неинтересно уже вот Данилка да еще штанишки баба ой сколько штанишек у Данилки да бабай пришла да три кота бабай прислал хоп ты видишь как красиво это называется лесные котки четвертый живот сумочка два чемодана и куда мне вот это все деть столько одежды вот куда мне столько одежды детской это же какой ты ковец для любимого зятя тут еще посмотри а нет это не для него вот это вот копченое копченый сыр он обожает этот копченый сыр привезли целую палку он не знаете как быстро съест только так вот такие шайбы режут тут еще и чернослив привезла тут сухофрукты урюк что ли или что не печенюшки ну что сразу же у нас поход после обеденного сна Данилки мы решили пойти в дом да пойти в дом посмотреть не показывать Софика уже давным-давно Абикай это покажем Абикай это ну Данил в палочке вот теперь идем ну поставь поставь дай мне поднимать вот как ай мама как помогает Данилке дай мне поднимать вот это, да м Продолжение следует...